МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло, ваши деньги в опасности? В Воронеже задержаны очередные телефонные мошенники. Изменилось ли что-то в городе за один год? Журналисты 41-го канала вместе с политологами и горожанами подвели итоги первого года пребывания Вадима Кстенина на посту мэра Воронежа. Лучший в России физрук работает в 55-й Воронежской школе. И это женщина Любовь Викторовна Саврасова. Сегодня о былом величии напоминает лишь гирлянда на Московском проспекте, каким был Воронежский экскаваторный завод. Back to USA! Журналисты 41-го канала побывали в музее советской эпохи. Эти и другие новости в программе Воронеж. События. Факты на 41-м канале в студии Лилия Анн. Здравствуйте! К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое заметное за 180 секунд. Международные новости. МИД Китая вызвал послов США и Канады из-за задержания дочери основателя Хуавей. Заместитель министра иностранных дел Ле Юй Чен выразил послам решительный протест и потребовал, чтобы США отозвали ордер на арест, на основании которого девушка была задержана в Канаде. Арест представительницы руководства одной из крупнейших компаний Поднебесной новое обострение в китайско-американских отношениях, сообщает Reuters. Страны несколько месяцев находятся в состоянии торговой войны, о приостановке которой было объявлено 1 декабря. На китайском острове Хайнане завершился конкурс красоты Мисс Мира 2018. Победительницей стала 26-летняя Ванесса Понсе из Мексики. Согласно условиям конкурса, в течение года Понсе будет жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительности. Второе место заняла представительница Таиланда. 19-летняя россиянка Наталья Остроева вошла в 30-ку лучших. Аргументы и факты напоминают, россиянки завоевывали титул Мисс Мира дважды. В 1992 году Юлия Курочкина, а в 2008 Ксения Сухинова. Новости ближнего зарубежья. Блок Никола Пашиняна по предварительным данным одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в Армении. Политический альянс, возглавляемый исполняющим обязанности премьеры республики, получает более 70% голосов после обработки всех бюллетеней. Выборы состоялись накануне 9 декабря. Помимо блока Майшак-Пашиняна, в парламент страны проходит партия «Процветающая Армения» у нее около 8,5% и «Светлая Армения», набирающая около 6,5%, сообщает Центр избирком. Российские новости. Стокгольмский Международный институт исследований глобальных проблем пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство АП. По информации исследователей, Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию. В настоящее время Москва занимает около 10% мирового рынка продажи оружия, общая стоимость которого оценивается почти в 400 млрд долларов. Оптовые цены на красную икру рухнули вдвое, что положительно отразилось и на розничной стоимости продукта. За килограмм деликатеса, реализуемого в декабре в магазинах, потребителю достаточно заплатить 3000 рублей, хотя годом ранее просили 4000. Причиной тому рекордный улов лососевых рыб, рассказали московскому комсомольцу в Росрыболовстве. К происшествиям в регионе в воскресенье 9 декабря около 22 часов 50-летний воронежец, управляя японским внедорожником, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Газель» скорой помощи. ДТП произошло на улице Холмистой в направлении улицы Антонова-Всеенко. В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получила 36-летняя фельдшер скорой помощи. По сообщению пресс-службы ГУМВД области, водитель иномарки отказался от медицинского свидетельствования. По словам очевидцев, водитель был пьян. В Воронеже пропал 38-летний мужчина с неустойчивой психикой. Еще 13 ноября он ушел из дома на бульваре Победы. Об этом сообщили поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» и «Черноземье». Информацию подтвердили в ГУМВД по Воронежской области. Пропавший Артем – басистый, среднего роста и худощавого телосложения. У него русые волосы и зеленые глаза. Был одет в синюю куртку, темно-синие джинсы. Если вам что-либо известно об Артеме, басистам просьба сообщить по указанным телефонам или в полицию по номеру 02. Мужчина может быть опасен. Алло, ваши деньги в опасности? Полицейские задержали подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств в особо крупном размере. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы ГУМВД области. Бесконтактные мошенничества происходят с помощью телефонной связи либо интернета. При этом жертва не видит преступника. Все новые схемы таких мошенничеств придумывают злоумышленники. Но сотрудникам полиции удается раскрыть и задержать мошенников, которые действуют дистанционно, находясь в других регионах. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Воронежу установили и задержали подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств в отношении жителей Воронежской области. Ими оказались ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 36-летний житель Краснодарского края, а также ранее судимы за разбой, грабеж и кражу 38-летний житель Саратовской области. С марта по июль в отделы полиции обратилось несколько жителей областного центра. Поэтапно отрабатывая заявления, оперативники установили, что преступления носят идентичный характер. Всем потерпевшим на сотовый телефон поступал звонок от неизвестных мужчин, которые представлялись работниками банка. По легенде, на сберегательные карты потерпевших производилась хакерская атака и попытка блокировки счета. Поэтому требовалось обналичие денежные средства в отделении банка и перевести на другой банковский счет. Согласно инструктажу, на вопросы сотрудников банка гражданам следовало отвечать о переводе денежных средств в пользу родственников. Потерпевшие, переживая за свои сбережения, все делали по указанной схеме. В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые звонили на случайные телефонные номера. При этом каждый раз они указывали новый счет банковских карт, которые были открыты на подставных людей за денежное вознаграждение. В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к шести аналогичным преступлениям. Общий ущерб составил более пяти с половиной миллионов рублей. В следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Воронежу возбуждены уголовные дела по статье 159. Мошенничество в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Региональные новости. Александр Гусев продолжает формировать собственную команду управленцев. 10 декабря губернатор своим указом назначил Аксенова Алексея Васильевича новым руководителем представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации. В этой должности господин Аксенов будет трудиться в статусе заместителя председателя правительства региона. Скоро ровно год, как Вадим Кстенин стоит во главе администрации Воронежа. Напомним, должность мэра он занял в конце декабря прошлого года. В результате больших кадровых перестановок. Тогда Алексей Гордеев был призван на работу в Москву. На его место назначили Александра Гусева. А на освободившуюся должность главы Воронежа пригласили Вадима Кстенина, который на тот момент был первым заместителем градоначальника. Журналисты 41-го канала решили вместе с политологами и простыми горожанами подвести некоторые итоги пребывания Вадима Юрьевича на посту номер один в администрации Воронежа. Чем же запомнился градоначальник Кстенин в первый год своей деятельности? Эксперты отмечают, что этот год для Вадима Юрьевича выдался непростым, несмотря на ряд его удачных начинаний. В числе того, что удалось Вадиму Кстенину, можно назвать его активное участие в проекте «Умный город». По словам самого мэра, никакой «Умный город» не может существовать без комфортной городской среды. Город постепенно приобретает черты города, где реализуются технологические новации. И я полагаю, что это, конечно, тут и влияние определенных договоренностей, которые есть на федеральном уровне с японцами, и участие самого мэра. Во всяком случае, он глубоко разбирается в тех необходимых новациях, которые нужны нашему Воронежу, и сам их реализует. О том, что город преображается, говорят и воронежцы. По мне так кажется, что город стал все-таки у нас и лучше, и чище, и наряднее, и спокойнее, что очень важно. Меня город полностью устраивает. Я, если честно, не до Кстенина, меня тоже город устраивал. Мне нравится Воронеж, в целом хороший, прекрасный, замечательный город для меня. Ну и при условии, так как он пришел к власти, за год ничего не ухудшилось, во всех случаях, по моим ощущениям. Несмотря на то, что Вадим Кстенин не проходил процедуру всенародного голосования, а был поддержан депутатами городской думы, в заслугу его деятельности можно поставить умение прислушиваться к наказам горожан. Вот что касается, где мы живем. У нас дорогу нам сделали по набережной. 50 лет не было дороги. Дороги чистят. Ну, как бы все наши обращения, письма, которые были написаны в администрацию, в мэрию, вот нам, по крайней мере, мы ходим, добиваемся, напоминаем о себе, но, по крайней мере, нам исполняется. В целом, считают эксперты, не стоит в первый год работы мэра ждать от него каких-то великих и больших достижений. Но именно платные парковки в Воронеже появились при Вадиме Кстенине, о которых сегодня не говорит разве только ленивый. Любая инновация, а это фактически такая мини-революция для города, она не обходится без трудностей. Я не знаю ни одного города в России, где бы платные парковки прошли с блеском, с шиком. Такого нет и не было. Поэтому трудности естественные. И, конечно же, с одной стороны, это и вызов для мэра города, потому что огромное количество недовольных есть. С другой стороны, это и возможность для мэра Вадима Кстенина подкорректировать это. И я вижу, что реально работа в этом направлении идет. Чем же еще запомнился Вадим Кстенин за год своей активной деятельности? В целом, я думаю, хороший управленец, судя по каким-то его действиям, движениям, на мой взгляд. Ну и, конечно, известный проект «Меркурий», который стоит тоже из трудностей записать в актив мэра города Вадима Кстенину. Я так полагаю, что быстрое оперативное решение, в котором принял личное участие Вадим Кстенин, говорит о том, что он достаточно динамичен, подвижен и учитывает настроение горожан. 41-й телеканал желает Воронежскому градоначальнику не сбавлять заданного темпа в плане благоустройства столицы Черноземья и продолжать прислушиваться к пожеланиям горожан. Я бы хотел пожелать, наверное, всем чиновникам быть более человечными, то есть относиться как к своим гражданам, так же, как к себе. Стоит поработать над уборкой города, особенно вот в осенне-зимний период, чтобы мы ходили в красивых сапожках и даже, может, зимой, как в Европе, в туфельках. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41-й канал. В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов национальной спортивной премии за 2018 год. В номинации «Спорт для всех лучших организаторов физкультурно-спортивной работы» победителем стала учительница 55-й Воронежской школы Любовь Саврасова. О замечательном спортивном педагоге в материале нашей съемочной группы. Город Воронеж, Любовь Саврасова. Любовь Викторовна Саврасова, город Воронеж. Каждое российское министерство ежегодно с 2010 года вручает свою персональную нику. Одним из победителей на этот раз стала наша воронежская физкультурная наставница. После окончания Воронежского пединститута Любовь Саврасова долго проработала в детско-юношеской школе Олимпийского резерва по волейболу. Потом переселилась в Придонское и пошла в обычную школу под часовиком. И здесь нашла свое призвание. Знаете, раньше были тренеры-общественники такие, которые, ну вот, по месту, во дворах они были во всех. Ну, как бы, вот я выполняла эту функцию тренера. То есть, с детьми летом, допустим, я играю в пляжный волейбол. Совсем за свои деньги мы ездим на соревнования, никто нас не спонсирует. Каждый день мы тренировались. Или, допустим, вот площадку ГТО у нас поставили. Дети не знают, как правильно выполнять упражнения, но они очень хотят в этом поучаствовать. То есть, я могу в любой момент подойти, или они, я вот иду по улице, там с ребенком гуляю, они подходят, и вот Любовь, ну покажите, как, что нам сделать. И вот в таком порядке. Пока не наступила оттепель, после школы Любовь Викторовна много времени проводила с детьми на катке. Хотя фигурное катание не ее специализация. Среди питомцев много детей из неблагополучных семей. Ну, как сказать, трудные. Они не трудные, они просто, ну, я считаю, что брошенные дети, когда там папа расстается с мамой, когда не совсем благоприятно все в семье, родители или злоупотребляют или наркотиками, или алкоголем. Я считаю, что такие дети просто, ну, ой, ну не повезло им в жизни. Но во многом очень многие приходят в спорт, и вот даже в секции, которые, ну, в школе у нас, и с удовольствием занимаются. Здесь себя показывают именно с лучшей стороны, им можно доверить очень много. И они, ну, поверят в свои силы, и дай бог, чтобы из них получились хорошие граждане России. Сама Любовь Викторовна уверена, жизнь сложилась. Занимается любимым делом. Только в школе проводит 30 часов в неделю, поэтому и зарплата выше, чем в школе Олимпийского резерва. Придонской поселок спортивный, здесь два спорткомплекса и бассейн. Спортом заниматься удобно, не надо ехать в город, а поселок все-таки на отшибе. Самое главное, что, мне кажется, отличает Любовь Викторовна, как и других преподавателей, это сила духа и, наверное, такой боевой настрой, который она может подарить каждому из нас. То есть это какая-то уверенность, это умение выходить из сложных ситуаций, и она, наверное, учит каждого из нас концентрироваться в самых непонятных ситуациях, чтобы мы не распределялись, а именно показывали все, на что мы способны. С 2011 года Любовь Саврасова возглавляет спортивный клуб «Олимп». Также она занимает пост спортивного директора Воронежского регионального отделения Всероссийской Федерации школьного спорта. Среди ее воспитанников – мастера и кандидаты в мастера спорта. А количество победных кубков она уже не сможет подсчитать. Но уроки физкультуры после обычных упражнений Любовь Викторовна переходит к занятиям с мячом, приучая шестиклассников к своему любимому виду спорта – волейболу. Личный пример – это, наверное, самое главное качество, которым должен был отдать и тренер, и учитель. То есть я обязательно должна что-то детям показывать. Не сидеть на скамейке, там бросить мяч, а обязательно, чтобы я встала, могла показать упражнение. И, конечно же, подход к каждому ребенку должен быть индивидуальный. Не все будут спортсменами, понимаете, не все пойдут играть в спортивную секцию, заниматься специализированно. Но выйти на пляж, поиграть в тот же волейбол, мне кажется, должен любой ребенок выйти, не стесняться этого. Любой должен этому научиться. Игорь Захарченко, Валерий Бобкин, 41 канал. Всего каких-то шесть лет не дожил до своего столетия Воронежский завод экскаваторов. Предприятие, выпускавшее в годы войны легендарные «Катюши», прекратило свою деятельность еще в 2009 году. На днях стало известно о повторной продаже активов обанкротившегося предприятия за долги. Эта информация стала поводом для журналистов нашего телеканала вспомнить, каким был завод в пору своего величия. В историю предприятия окунулась Олеся Алисюк. Пока бизнесмены не выстраиваются в очередь на приобретение некогда легендарного завода. Сейчас все здесь выглядит уныло и заброшено. Любой желающий может свободно пройти и посмотреть на завод, махину прошлого века. Завод закрыли, а с ним ушла и эпоха. Завод был весьма известным далеко за пределами не только нашей области, но вообще нашей страны. В 28 стран мира поставлялись экскаваторы. Очень трудные времена наступили в 90-е годы. Завод кое-как, но сумел все-таки выжить, хотя полностью так и не отправился от того удара, который постиг и нашу страну в том числе. От былой славы и мощи не осталось ничего. Почти за 10 лет территория завода превратилась в руины, а когда-то все так замечательно начиналось. Здесь же целые традиции династические были. Была поставлена великолепная, другого слова не придумывающая, школа преемственности, технический персонал, рабочий. Постоянно висели объявления требуется, требуется, требуется. То есть проблемы не были, проблем не было. А бывали такие объявления. На данный момент рабочие места все заняты. То есть востребованность была на высоком уровне. На первых порах, как только в Воронеже появился создатель завода Рихард-Поль, его предприятие в чем-то можно было даже назвать городообразующим. Завод назывался изначально Рихард-Поль, воронежцы старожил и шутили. По этому поводу и стоял он по большому счету в чистом поле. И фамилия одного из владельцев, прибалт по происхождению, Рихард-Поль. Вообще у завода давние традиции, с 1870 года. Но сюда в Воронеж он приехал в Первую мировую войну в 1915 году. Только в 1917 году на этом заводе работало почти полторы тысячи рабочих. Предприятие было ведущим в стране. Здесь производили оборудование для деревообрабатывающей кожевины промышленности, паровые котлы и машины, оборудование для хлебозаводов. В самом начале Великой Отечественной войны уже 2 июля на Воронежском экскаваторном заводе были произведены первые легендарные «катюши». Вскоре завод эвакуировали в Свердловск. И дальнейшее военное производство продолжалось там. В послевоенные годы и вплоть до банкротства в 2009 году предприятие производило экскаваторы. Сейчас некоторые уцелевшие цеха сдаются в аренду. Закрытия самые разные могут быть. Мы можем об этом только люди со стороны догадываться об этом или какие-то различные версии выдвигать. Очень хорошая площадь, застройка или использование для других целей. Завод был отдельным городом в городе. Пожалуй, для успешной жизни рабочего здесь было все, о чем только можно было мечтать. Все изменилось в кризисные 90-е. А в начале нулевых завод полностью развалили. Сейчас облом величии напоминает лишь ярлянда на Московском проспекте. Олеся Алисюк, Игорь Наумов, 41 канал. Не музей, а настоящая машина времени. Энтузиасты создали в Воронеже экспозицию, в которой представлены не предметы искусства, а большей частью обыкновенные вещи. Изучая их, можно многое понять о том, какой была жизнь в советскую эпоху. Тему продолжит Вячеслав Запорожец. Через года, через ветра, меня тропа вела. Стоит открыть эту дверь в неприметной пятиэтажке на улице космонавтов, и оказываешься в той самой эпохе, которая закончилась в конце прошлого века. Усилиями энтузиастов в Воронеже несколько лет назад появился музей. Сначала советского быта, а теперь музей советской повседневности. Настоящая машина времени. Который гордо именовали электропатефон. У него все то же самое. Иголочка такая же, видите, стальная. Музей собирали годами. Детище Владимира Андреевича Мальцева, председателя общественной организации по охране исторического наследия ЭКОС, у любого вызывает неподдельный интерес. Электротехника и посудам, мебель и одежда, печатные машинки и арифмометры. Это не просто коллекция экспонатов, а лаборатория по исследованию прошлого. Не в предметах искусства, а в бытовых вещах. Студенты здесь и посетители, и добровольные помощники. Тут все очень интересно. Но в основном я увлекаюсь мебелью, мне очень нравится мебель. И поэтому для меня здесь очень много всего было очень интересного, такого запоминающего. Даже много к себе домой бы хотела бы. Кто-то найдет здесь повод для ностальгии, а кто-то совершит небольшое открытие. Например, уникальные стиральные машины на принципе кавитации. Они и сейчас вызывают уважение к технологическим решениям. Вот эта вещь очень сильно понравилась. Она у моего деда просто стоит, и я ее случайно разбил. Она даже работала. Забыл, как она называется, электропроигрыватель вроде. Я вот хочу ему подарить такую, найти еще одну. Пока можно увидеть только часть большой коллекции, в которой насчитывается несколько тысяч экземпляров. Это предметы с 30-х годов по 70-е прошлого века. Большая часть хранится в запасниках. Я хочу забрать себе домой печатную машинку отсюда. Мне очень понравилась печатная машинка. Я уже давно думала приобрести себе, но в качестве раритета домой поставить. У меня просто тоже папа любит очень старинные вещи, собирает старинную мебель и так далее. И давно хотим приобрести себе печатную машинку. За каждой вещью история человека, семьи и, получается, целой страны. Многих представителей молодежи как раз вот то, что сейчас сказано было, интересует радиоаппаратуру прошлых лет. Людей постарше чаще интересует мебель. Некоторых очень интересует так, как вот накрыты были столы в то время. Сам вот такой вот быт в этом плане. А многих вообще интересует именно жизнь того времени, потому что я иногда и истории рассказываю какие-то, как жили, как отмечали праздники, как Новый год. Музей начинался с выставочной деятельности. С годами коллекция переросла в музей, а затем и в несколько серьезных тематических экспозиций. Воронежцам есть чем гордиться, считают энтузиасты. И в первую очередь своими знаменитыми земляками. Кто знает, что Николай Рыбников и Борисоглебский, наши воронежские читают. Кто знает, что жена Утесова, Антонина Ревельс из Воронежа. Правда, немножко они пожили, но, по крайней мере, это же... Мы гордимся, что самой красивой женщиной, я считаю, живут в Воронеже. Жена у меня красивая. У Тесова выбрала Воронеж красивую женщину. Не случайно, наверное. И у многих известных людей, у Никиты Михалкова жена Воронежская. Поэтому этим надо гордиться. Этим собранием, теперь уже редкостей, можно, наверное, обставить не одну квартиру советского времени. Причем экспонаты появляются здесь, можно сказать, сами по себе. Вот кто приходит на выставку, старшее поколение, они, если второй раз приходят, они с пустыми руками не приходят. Обязательно предлагают или приемник, или какую-то вещь, платье какое-нибудь свое. У нас очень есть платье немецкой баронессы. Это же подарок на выставке у нас есть. Любопытных предметов в музее прибавляется. И места под экспозицию с каждым годом становится все меньше и меньше. Старые вещи словно не хотят уходить в неизвестность. Они будто бы напоминают, без прошлого не бывает будущего. А организаторы музея, лучше называть их все-таки хранителями, надеются переехать в центр города поближе к публике. Кстати, они уже подготовили специальную выставку «Новый год в Советском Союзе». Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. А сейчас прогноз погоды в Воронеже и области. На вторник, 11 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление. На территории области ожидается преимущественно дождь со снегом. До 2 градусов ниже нуля опустится столбик термометров в Борисоглебске. Плюс один в Бабучаре, Бутурлиновке, Лисках и Хохле. Два градуса тепла и дождь со снегом в Боброве, Нижнедевицке и Острогожске. Такая же температура и смешанные осадки в Павловске, Рамоне, Россоше и Семилуках. 11 декабря в Воронеже плюс два и дождь со снегом. Подует льго-восточный ветер со скоростью около 3 метров в секунду. В Ямагнитном поле в течение дня ожидаются небольшие возмущения. А в православном календаре это день почтения памяти мученика Иринарха Севастийского. Иринарх жил в третьем столетии в Армении и был палачом. Однажды во время казни женщин-христианок к нему пришло прозрение, и он понял, что тоже хочет стать христианином. На Руси в этот день чествовали сойку, небольшую лесную птичку, которая известна тем, что подражает пению других пернатых и даже может воспроизводить человеческий голос. В старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, последует за птичкой, которая покажет дорогу к счастью. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин